Ребята, всем салют, вы на канале Семья на чемоданах и всех дамочек, кто смотрит этот выпуск, я поздравляю с 8 марта, не важно, когда вы смотрите, каждый день для вас 8 марта, с праздником. Мы, короче, прям так врываемся в весну, смотрите, у меня во лбу горит солнце, это значит, сегодня я вам покажу самый, да, пожалуй, самый классный пляж в Адлере, он находится возле комплекса Мандарин, давайте с вами пройдемся и вы все сами посмотрите, для себя перед летом выберите, стоит ли здесь отдыхать, погнали. Итак, ребята, мы здесь остановились в сквере, наши мальчишки здесь играют, шикарнейшая детская площадка, прям, ловите, пользуйтесь, а дальше мы с вами пойдем, я здесь их оставляю, а мы с вами прогуляемся, короче, пойдемте. Итак, здесь очень классный большой сквер с огромными кипарисами, на входе есть прокаты, они здесь, в принципе, вообще стоят постоянно. Вот такая здесь площадь, здесь можно отлично погулять, отлично, отлично провести, ребята, время, рядом аэропорт, рядом магазинчики, торговые центры, все здесь есть. А мы с вами поотправимся сейчас гулять в эту сторону, впереди у нас река Намзымточка, обмелевшая, сейчас я вам все покажу. Ну вот, собственно, вот так выглядит речка, отсюда открывается шикарнейший вид на горы, погода у нас сегодня великолепная, ветерочек, конечно, такой прохладненький, но терпимо. Та сторона Адлера непосредственно Эмеритенко, а это вот непосредственно, так сказать, старый Адлер. И река впадает, в море есть два моста, один пешеходный, который соединяет ту и эту сторону, и этот мост автомобильный. Так, ладно, мы с вами отправляемся дальше. На вот этой набережной полно-полно всяких вот этих прокатов, самокатного шеринга и куча других. Вот здесь есть торговый центр, и этот кусок набережной уже начинается вот с такой велодорожки, по ней ездят самокаты, велики, ну, собственно, да, вы сами все понимаете. И начинаются торговые ряды. В этой части Адлера, в принципе, всегда функционирует, сколько мы бы ни гуляли. Здесь всегда много людей, здесь всегда все работает, и нет никакого дискомфорта, как вы можете вспомнить наш ролик, который мы показывали. Буквально набережный пляж находится в 3-5 километрах отсюда. Ссылочку вот здесь вот прикреплю, и будет подсказочка, да, в описании. Просто нажмете и перейдете, посмотрите. Та часть Адлера, она просто вымерла, там как будто случился апокалипсис. А здесь вот полная движуха. Ну, конечно, еще нужно учитывать, что сегодня праздник, выходной, да, но сколько бы мы сюда не приезжали, здесь всегда движуха, ребята, всегда и постоянно. Так, мы с вами подходим уже ближе к морю, к пляжу. Сейчас я вам покажу, там с вами прогуляемся, подойдем к морю. Я вам хочу показать кое-что сейчас другое. Посмотрите, посмотрите, просто сквозь толпу мы с вами прорываемся. Работает, видите, фотограф с каким объективом клевым. Я вам хочу показать вот это. В ваших городах продается сейчас мимоза в честь 8 марта, да, а у нас вот просто вот такие деревья растут. Вот просто подошел, сорвал и подарил. Видите? Мимозы в этом году очень и очень много. Вот здесь такой простор, вот там начинается пляж. Но мы сейчас зайдем с вами с другой стороны. Еще хочу показать вам просто мимозы. Я думаю, вы видите уже впереди. Я вообще думал, что это какие-то кустики. Оказывается, нет, это огромные деревья. Вот вы сейчас можете видеть, вот девушка себе рвет. Смысл, да, покупать там за 150 рублей. Вот, в огромном-огромном доступе все есть. Видите, сколько их простор. Огромное количество. Ну и давайте с вами приступать к обзору этого пляжа, крестности. Видите, здесь бунгало, которые расставляются по пляжу. Они сейчас запечатаны. Мы зовем это законсервированы. Вот набережные. Также вы можете заметить, что здесь огромнейшее количество людей. Просто вообще полно здесь ресторанов. Здесь есть рестораны от Новикова. Вот он стоит. Можно всегда где-то покушать. И здесь всеми любимые такие быстрого питания. Это Макдональдский, здесь все есть. Такие привычные названия, да, там Папа Джонс. Так, я заранее сразу извинюсь за ветер. Потому что порывы ветра порой сильные. И, возможно, сейчас микрофончик будет задувать. Ну, сорян, ребята. Без него сегодня никуда. Он у нас сегодня прям какой-то, я не знаю, северный. Посмотрите, в кафешках и посадочных мест вообще нет. Просто тьма людей. Кайфово. Летом, наверное, здесь еще хуже, еще круче. В части отдыхать. Вот так, сейчас мы с вами списываемся на пляж. Я вот море, что-то покажу. Видите, сколько людей? Просто капец, откуда столько всех. Неужели все приехали просто на 8 марта? Итак, чем нам нравится этот пляж? Ребята, посмотрите, какая широченная береговая линия. Она нереально широкая. Здесь есть песок. Вы можете увидеть. Да? И причем песок такой, что он очень-очень... И окружки здесь очень много. Классно, с детьми. Одно удовольствие. Видите, как далеко уходит. Здесь сейчас можно взять вот так вот. Такое бескаркасное кресло, 150 рублей стоит. И полежать, почилить. Вот, собственно, что и многие делают. Мы сюда любим приезжать с детками, потому что, во-первых, здесь классно песочек, широченный пляж. Много надо кафешек, магазинчиков. Можно так же перекусить, ничего с собой не брать. Море здесь, в принципе, относительно Адлера. Оно чистенькое. Ну и плюс мы с ребятишками ходим. Сейчас тоже дойдем, покажу вам, там есть кейт-барк. А вот непосредственно, смотрите, вот такой заход в море. Сегодня штормит. Красота. И вот все бунгалы, которые я вам показывал, которые, да, сейчас запечатаны, их летом здесь аккуратненько расставляют. Вот на примере вот этой, да, одной, которая здесь стоит. И весь пляж заставленный. Мы здесь летом никогда не отдыхали, поэтому welcome в комментарии. Пишите, кто здесь отдыхал. Рассказывайте. Будет очень и очень интересно почитать, какая здесь обстановка летом. Но я уверен, что этот пляж, он реально самый-самый классный в Адлере. Почему я не считаю пляж олимпийский? Потому что это уже не Адлер, это Богатасириус. Так, ну и вот мы снова с вами вышли на набережную. Просто сегодня мы с вами, видите, в толпе вот так гуляем. Вот так вот сквозь пальмы, ба-бах. Все функционирует. Все работает, даже, наверное, с излишкой. Еще я хотел здесь как-то полетать на дроне, но, увы, не получается, потому что здесь, вот видите, вот эти вышки, здесь Министерство обороны находится. Поэтому здесь бесполетная зона, если только где-то его запускать в другом месте. Вот играет музычка. Здесь, в принципе, частенько все это происходит. Вот видите вышки? Это какой-то штаб военный. Огромный вариант велошеринга, самокатного шеринга, пляж. Но в основном люди, видите, они гуляют по набережной, а не по пляже. Так, ребята, я немножко прорывался, потому что музыка очень сильно орет. Может просто прилететь какой-нибудь страйк на ютубе, поэтому нужно избегать мне таких игроков, которые поют известные песенки. Ну что, вот такая здесь набережная. Вот такая часть, да, точнее набережной всей. Видите, это пляж Чайка он называется. Ну, короче, кто как его называют, кто называет Мандарин, потому что относятся к Мандарину. Всегда по-разному. Но здесь по-настоящему вайфовое. Вот с удовольствием сюда можно всегда приехать летом и понаслаждаться. Потому что кто отдыхал в других районах Адлера, ну я думаю, увидев это видео, вы прям четко сравните, да, относительно той истории. Вот здесь есть такая челлаут-зона, давайте я вам покажу. Здесь также, да, вот можно взять качельку, либо безкаркасное креслечко, либо залепать на морюшку. Ну, классно, классно. Так, пойдемте с вами дальше пройдемся. Есть туалет, как всегда, да, почти в каждом выпуске я показываю мне туалеты. Этот туалет стоит 20 рублей. Уверен, что тема с туалетами актуальная. По крайней мере, в Сочи, в Адлере 100%, потому что здесь, как правило, есть таблички, на них ни рта не работает, все закрыто. Вот. Туда пошла продолжение набережды, тоже можно прогуляться. Там начинается прямо для Адлера, мы с вами повернем направо. Так, я вам обещал показать скейт-парк и еще одну детскую площадку, да. Кто приезжает с детками, ну, точно, да, прям будет актуалочка. Вот, смотрите, по левую руку, вон там, это скейт-парк, там же воркаут-площадка. И вот такой сквер с шикарными, старинными деревьями. Посмотрите, как это смотрится великолепно. Вот такой сквер, вон там одна площадка, вторая площадка. Блин, а деревьев, конечно, вообще этих кайфов, смотрите, как они огромные, классные. Вот, здесь, что из лайфхаков, да, тоже вот этот вот карман, такой длинный, это бесплатная парковочка. Мы всегда здесь паркуемся. Раньше парковались под всякими знаками, рисковали, а сейчас спокойно здесь оставил машину, и все как бы нормально и хорошо. Там уже прямо начинается сам Адлер, да, как-нибудь, может быть, тоже погуляем. Если интересно, пишите комменты, да, обязательно сходим. Хотя я не особо люблю гулять по городам. Вот, и вот скейт-парк, а это непосредственно тоже наша машина. Вот так это, ребята, все выглядит. Так, а сейчас, ребятки, я вас приглашаю прогуляться по самому большому комплексу Мандарин. Вы тоже посмотрите, что там есть. Так, вот вам с этой стороны этот сквер, детские площадки. Там у нас, значит, скейт-парк. Здесь вот такая вот церковь. Какая прикольная вообще. Так, и вот она пошла. Улица непосредственно, вон там находится вот этот большой комплекс Мандарин. Там море, и мы насквозь пройдем на набережную, которая вдоль реки Мазымта. Вот видите, там ворота, там к пляжу не подойти. Так, идем туда. Итак, вот мы с вами подошли. Непосредственно вот с этого кругового движения начинается вот Мандарин. Мол, такой здесь есть платная парковка. Ну, а бесплатную я вам показал. Также там есть платная парковка и непосредственно там выезд в сам Адлер. Здесь ночью, ребята, происходит такой движ. Я здесь пару раз был. Здесь, конечно, очень круто. Здесь немеряное количество каких-то клубов, кафешек, которые функционируют ночью. Толпы людей здесь. Особенно, конечно, выходные. Здесь просто есть такие заведения, которые в будни тоже работают по ночам. Вот так вот это выглядит. Вот такие там проходики, магазинчики. Куча всяких ресторанчиков. Сделано классно. Здесь ночью, конечно, другая, ребята, атмосфера. Здесь все подсвечивается. Вот эти вот звездочки. Все вот так вот горит. Пальмочки. Все подсвечивается. Ночью здесь реально круто. Поэтому, кто будет, обязательно welcome. Вот в этот комплекс мандарин обязательно приезжайте. Есть фонтан, выход к морю. Ну и вот оттуда, да, получается, люди все приходят и идут на пляж. Вот такие звезды. Да, ночью здесь очень классно. В общем, кто приедет, обязательно здесь побывайте и днем, и ночью. Чтобы у вас были полные впечатления и полные эмоции. Грузинская кухня, ресторанчик. Так запахло, что мне аж очень сильно захотелось кушать. Ну и, собственно, все. Мы с вами попадаем на набережную вдоль реки. Слева площадка. А справа море. Ну что, ребята, вот все, что я хотел вам показал. Как вам пляж, как вам набережная, как вам комплекс мандарин. Пишите в комментах, поддерживайте канал лайками и подписочкой. Ну и, конечно же, репостом. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Пока.